Архимандрит Виктор. Таинство жизни. Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Мы думаем о себе, что все мы причастны этой любви. Каждый из нас любит что-либо, кого-либо. Если и есть люди, которые ничего не любят, то это редчайшее явление. Мы все любим близких, родных, друзей, людей нашего образа жизни. Наталья – это любовь, которую ожидает от нас Христос. Можно быть очень добрым с теми, кто относится к тебе с доверием, любовью. Но вдруг наталкиваешься на злобу, осуждение, враждебность и доброта переходят в чувство обратное. Это явно показывает наше полное бессилие перед злом. И прежде всего перед злом в себе, которое поднимается в нас, навстречу чьей-то критике. Но у коры критика – горькое лекарство нашему тщеславию, нашему довольству собой. Самолюбивый человек безнадежно слеп и одинок. Ничего ни в мире, ни в людях он не увидит, кроме себя самого. В нас самих мало любви или нет ее. И если любовь не соединит нас с собой, мы никогда ею не станем. Если бы у нас было больше любви к Богу, с какой легкостью мы доверили бы Ему себя и весь мир. Все трудности от недостатка любви к Богу. И все трудности среди людей от недостатка любви между ними. Если есть любовь, трудностей быть не может. Любовь только тогда любовь, когда она ко всем, без исключения. Пока это любовь к тем, кто меня любит. Это не любовь, а эгоизм. Это не христианская любовь. Если в нас есть истинная любовь, то она изливается на всякого, на доброго и злого, на приятного и неприятного. Но как это возможно? Заповедь Евангелия не может быть неисполнимой. Только на пути отречения от себя и своего можно научиться исполнять заповедь о любви ко всем. В том числе и к врагам. Надо отказаться от мысли, что в человечестве есть две породы людей. Праведные и грешные. Этого нет. Мы все грешны. Все поражены первородным грехом. Изо всех нас пострадал Господь. Он друг грешников. Ему дороги одинаково все. Любовь к Богу измеряется нашей готовностью принять посылаемое нам страдание и несчастье и видеть в них руку Божью. Поддержкой нам может быть то, что страдания эти и есть также мера любви Бога к нам. Наша любовь к Богу есть сам Бог в нас. Ощутив эту любовь в себе, мы уже тем самым признали Бога. После ощущения Бога в себе, человеку не нужны никакие чудеса. Чудо уже совершилось в нем самом. Мы делаем добрые дела, очищаем свое сердце и приближаем себя к Богу не из-за награды, а из-за любви к Богу. Посылая в нас свою любовь, самого себя, Бог действует и любит нас во всем, что мы делаем. Он преображает нас и дарует нам самих себя. Растворившись в нем, мы находим свое истинное Я. Это и будет святость. Кто действительно любит, тот больше не говорит о своей любви. Жизнь – это усилие любви, стремление к любви и ради любви. Это стремление вперед и вверх. Боже мой, я люблю тебя, потому что ты хочешь, чтобы мы тебя любили. Ты не заставляешь меня, ты меня просишь. Ты не просишь, ты хочешь этого. Я люблю тебя, но не подолгу, а сердцем. Ты любишь меня так, как я никогда не смогу любить. Субтитры создавал DimaTorzok